Одинокий пенсионер из Алматы с тремя детьми остался без крова из-за пожара. Теперь семья вынуждена жить в антисанитарных условиях. Услышавшие о беде Абдукарима Абдрахманова объявили сбор спонсорских средств. На просьбу о помощи тут же отозвались многие медийные личности. Звезды отечественной эстрады и члены партии Нур-Отан. О том, чем помогли и как поддержали семейства Абдрахмановых, расскажет Айян Рафина Ригбаева. 63-летний Абдукарим Абдрахманов в одиночку воспитывает троих детей. Десятилетнюю Амину, шестилетнюю Асию и четырехлетнего Аяна. Семья живет на пособии. Полгода назад мужчина потерял супругу, а после пришла еще одна беда. В результате пожара полностью сгорел дом. Сейчас семья вместе со своими домашними питомцами ютятся в этой саманной постройке. Повщадью всего 10 квадратных метров. О том, что семейство Абдрахмановых оказалось в трудной жизненной ситуации, первыми узнали волонтеры и забили тревогу. Добровольцы объявили сбор спонсорских средств. Мы начали стройку, так как дом саман и старый. Когда ломаешь одну стену, ломается автоматически другая. И получается дом начал сыпаться и средств уже не хватало. Поэтому я попросила, обратилась к общественности, обратилась к блогерам. Очень хорошо нас поддержала и Жан Байзакова. То есть она сделала репост. Очень много людей отозвались, откликнулись, начали делать сбор. Позже к строительству дома подключились предприниматели. Помогают с возведением жилого объекта члены партии Нур-Утан. А вот владельцы местных ресторанов обеспечивают семью горячим питанием. Вы знаете, как-то отец с тремя детьми в наше время, когда люди потеряли работу, потеряли, может, где-то какую-то даже надежду, оставаться в стороне, ну, мы не захотели. Поэтому извили инициативу, обратились непосредственно уже к центрибной группе, о какой адресной помощи может быть полезной. Волонтёры надеются, что собранных средств хватит, чтобы достроить дом до наступления первых холодов. Добровольцы призывают всех неравнодушных оказать финансовую помощь. Деньги можно перечислить на счёт, который вы видите на экране. Айна Рафина Рикпаева, Ганика Волф, телеканал Алматы.